Всем добрый, добрый день! Почему я говорю добрый день? Потому что вы не поверите, впервые за последнюю неделю я сегодня выспалась. И нет, я не легла рано спать, я опять легла в 3 часа ночи, потому что мы вчера поздно пришли, я села монтировать видео, очень долго оно выгружалось, потом загружалось на YouTube канал, поэтому я не могла лечь спать, пока все это не закончу. Уже Янка спала, Марыська спала, муж тоже пошел спать, а я все сидела, вот с этим занималась. И потом я легла спать в 3 часа, но вы не поверите, мне сегодня дали поспать почти до половины 11-го, поэтому у меня настроение просто классное, замечательное, Янка на заднем фоне сидит, кушает сушки. Вкусно тебе? Да. Вот, мы едем сейчас с Янкой на работу, я с утра уже отправила зарплаты своим девчонкам, так что они у меня сегодня при денюжках, они сегодня все уже получат. И что еще? Еще с утра у меня столько энергии, вот за счет того, что я выспалась, хорошо отдохнула, и я сегодня собралась, думаю, раз у меня столько энергии, пока я дома, пока там проходят платежи, уберу-ка я все в квартире, помою на кухне. И что вы думаете, я это все сделала? Нет, потому что нам сегодня отключили и горячую, и холодную воду. Хорошо, что я успела хотя бы умыться сама, до того, как все это отключили, а иначе бы тут такая вся перед вами грязная сидела бы. Просто она слишком долго голову мыла, вот и все. Ну, Янка все вам ответила. То есть из-за меня, из-за того, что я мыла голову, вся вода ушла мне на волосы, и нам ее отключили. В общем, вечером только включат. Поэтому мы с Янкой решили убежать из дома, пока дома нет воды. Что нам делать? Что нам делать дома без воды? Ничего не сделать. Поедем, поработаем чуть-чуть, да, Янка? Да. А в конце следующей недели мы поедем в Одессу. А в конце следующей недели Янка вам уже раскрыла все секреты. В общем, сейчас муж поедет в турагентство. Я нашла небольшой тур выходного дня, он всего лишь на три дня. То есть два дня в пути и три дня мы будем в Одессе. Поэтому, любимые мои, дорогие мои зрители, которые живут в Одессе, либо которые будут в конце следующей недели в Одессе, мы с вами можем увидеться. Так что пишите мне в личку, либо пишите мне комментарии внизу, мы с вами пересечемся, договоримся. А если среди вас есть зрители, которые живут в Одессе, давайте с вами обязательно встретимся, потому что у нас там в первый день, конечно, будет экскурсия. Но все же мне бы хотелось пообщаться с людьми, которые там живут, и которые действительно посоветуют, куда сходить, где поужинать, где прогуляться, какие есть истории, какие есть легенды. Я никогда не была в Одессе, но я знаю, что это очень красивый, замечательный город, и я в предвкушении. Янка, а ты? А Янка все ест там сушки, все, поехали. Устроим вам встречу маленькую. В общем, Янке, понимаете, ей главное, что у нее сушки есть и еда есть. Кстати, вы видели, у Янки новое видео сегодня на канале вышло. Если кому интересно, переходите к ней на канал и посмотрите. Там мы с Янкой кушаем киндеры. Но перед этим мы их раскрываем и смотрим, какие там... Ехали на работу, слышите, у нас так тепло-тепло-тепло, но при этом пасмурно. И на сегодня обещают оранжевый уровень опасности. Не знаю, правда, с чем он будет связан, с дождем... Ну, с ветра нету, поэтому, наверное, может дождь какой-то сильный будет. Решила вам показать классный лайфхак. Если у вас кабриолет и ожидается сильный дождь. Видите, вы просто накидываете на машинку целлофанку. И все, и у вас ничего не промокнет в машине, не будет воды. А почему я вообще вот это вот вам решила показать и рассказать? Вот эта вот машина, на которой сейчас ездит мой муж, это была раньше моя машина. Вот, это Citroёn Pluriel. Тоже кабриолет, тоже открывается крыша. Ну, есть нюансы. Когда идет сильный дождь, крыша протекает. И ты приходишь утречком после дождика, открываешь машинку, а у тебя там такое болоце. Ценарное. Нет, там болоце. Разве что только жабки не квакают. Вот, поэтому я и сделала там... Там были обычные из ткани сидения. И они очень пропитывали всю эту воду после дождя. Поэтому я сделала там... Ну, с кожи сделали сидение. По крайней мере, оно не впитывалось, просто лужица такая была. И берешь тряпочку, все вытираешь, и потом только садишься и едешь. Так что вот, пользуйтесь. Хороший лайфхак. Надо мужу сказать, чтобы он тоже накрывал целлофанкой машинку, когда дождь на улице. Девчонки стоят под дверями и ждут, когда нам откроют двери. На самом деле, мы тут разделились. Мы пошли с Янкой покупать в магазин водичку, а Юлька пошла за кофе. И мы быстрее справились, потому что вот стоим сейчас, ждем Юльку. У нее ключи от магазина. А Янка мучает Мурку. Мурку тоже выгнали, чтобы она там не прыгала. Потому что, когда мы ее закрываем в магазине, она начинает прыгать по полкам. Поэтому вот, чтобы это избежать... Как на улице классно вообще. Какая погода классная, да, Янка? Я тут танцую на улице, стою, пока жду Юлю. А Янка стесняется, говорит, что мама, как тебе не стыдно? Ты же такая старенькая и танцуешь. Я этого ей не говорила. Не говорила. А что ты говорила? Я вручу. Мама. Мама. Не позорь меня, мама. Не знаю, увидите вы или нет, но смотрите, какой у нас пошел ливень. Дождина. Море, океан. Море, океан. Давай, Янка, это грибной дождик. Побегаешь, вырастешь. Все, назад, смотри, как он усилился. Назад беги. Яна, иди сюда. Но он теплый, да? Я хочу быть большой. Хочешь быть большой, как папа? Не хочешь быть малой, как мама? Это надо маме твоей бегать под таким дождиком. Может, вырасту. Все, все, все. Яна, все, хватит. А кто я? Потом посмотришь видео. Ну, Ян, держи. Давай, задавай вопрос. Я какая-то цветная? Однотонная. Я бы так сказала. Я бы так сказала. Я сладкая? Почему? Да. Как по мне, так сладкая. Мне так не кажется. А мне кажется, сладкая. Сейчас, чтобы было видно. Мне кажется, сладкая. Видите, Юлечка у меня там опять делает фотографии для Инстаграм. А вы, кстати, если подписаны на наш Инстаграм-мастерской... Так, сейчас подождите. Вот здесь вот он появится. Подписывайтесь и обратите внимание, как его мы сейчас ведем. А знаете, кто у меня ведет сейчас Инстаграм-мастерской? Кому надо обязательно поставить лайки? Юли. Вот, вот этой девочке. Видите, вот я в нее тыкаю пальцем сейчас. Ей должно быть щекотно. Чуть не щекотно, я в тебя тыкаю. Вот, это все Юлечка моя умничка. Она прошла курсы по СММ. Правильно, Юль? По продвижению. Поэтому, кстати, она берет заказики. Берешь заказики на продвижение? Беру, беру. Берет. Поэтому, если хотите, пишите ей в личку. Ну, либо напишите мне, я дам контакт Юле. Если кому-то надо продвижение в Инстаграм, в соцсетях. Она вам поможет и все вам расскажет и сделает. Ну, там обсудите условия уже. А для того, чтобы понять, как она это делает, следите за Инстаграмом-мастерской. Потому что все, что сейчас там будет появляться, все, что сейчас там написано, это все моя Юлечка. Она сейчас как раз и практикует на нашем Инстаграм. Сделала фотографию и убежала. А мне сейчас вот это вот все убирать. У нас это... Что у нас? Каждый день не закончились мы выплатили. Хорошо, сейчас заплатим. А чего вы мне не говорите, что мы закончились? Вам же сообщения должны приходить. За всем нужен глаз да глаз. Вот телефон не работает, и они мне не сообщают об этом. Вы видите какие? Все, сейчас пойду ругать их. Не ругайся. Пойду ругать. Как это так? Без телефона работаем. Одной копейкой это даже не деньги. Одна копейка? Это деньги, потому что тебе не хватит одной копейки в магазине. И все, уже купить ничего не сможешь. Правильно я говорю? Правильно я говорю. Так, ладно. Ну и сейчас в машине едем уже домой, потому что Янка соскучилась по Марысе. А я думаю, что Марыся вряд ли соскучилась по Янке, а скорее всего спит, отдыхает и радуется, что ее никто не мучает. Да? Я тут нашла пару листов, на которых написано заклинание, чтобы маму превратить не в блогера, а в жабу. Сейчас я скажу. Ахалай, махалай, тебя в жабу превращай. Вы видите, с чем мне приходится сталкиваться в моей жизни? Воспитание детей это дело тяжелое. Воспитываешь, воспитываешь, а тебя в жабу превращают. Все, мы поехали. Мы поехали домой, посмотреть, что там делает Марыська. А наш папа сейчас покупает путевку в Одессу. Вот, так что, вот такие хорошие у нас новости. Ладненько, поехали мы. Вы, Света, слышите? У нас действительно, то, что и говорили, оранжевый уровень опасности. Мы выехали сейчас со двора в кафе ужинать. И мне что-то захотелось чего-то такого вкусненького-вкусненького. И вот муж приехал с работы, все сидим в машине. Сильнейший дождь, сильный ливень и очень сильный ветер. Тетя вон сносит зонтиком. Ничего себе, может остановимся, постоим пока где-нибудь? Нет, поедем, поплывем. Поплывем, уверен? Нет, блин, блин, блин. Тетя, наша улица еще не затопила. У нас тут периодически потапливает нашу улицу. Надо болеть, пока не затопило. Пока не затопило, надо будет успеть. Вот, так что едем в такой шторм кушать. Главное, чтобы не было, да? Что голод делает с людьми, вы посмотрите. Нет, голод и лень. Чтобы не готовить, мы готовы под шторм выехать. На самом деле я шучу. Просто, чтобы приготовить, нам надо поехать в магазин и закупить продукты. Потому что мы в последнее время как-то разленились и перестали ходить в магазины, не покупаем некие продукты для того, чтобы готовить. И в холодильнике практически пусто. Ну, там, знаете, самое основное. Яйца, сметана и сыр. Ну, можно было омлет сделать. Но это такой больше завтрак, чем ужин. Вот, и вообще надо было бы заехать в магазин и закупиться нормальными продуктами. Ладно, едем в дождь. О, нормальна, так же, где-бай. И это будет снято на видео У нас льет вообще сумасшедший дождь Прям вот как вчера, когда было награждение на футболе Помните, какой там ливень был? Вот он сейчас здесь у нас Молнии сверкают без остановки Воды Вот я прям смотрю, машины прям практически плывут Мы приехали уже в кафе, но мы боимся выйти Потому что, во-первых, у нас нет зонтика А во-вторых, даже если бы он был Мы все равно бы намокли Потому что он действительно очень-очень сильный Опять молния сверкнула Поэтому решили чуть-чуть посидеть в машине Пусть он чуть-чуть станет более тихий Не такой сильный И тогда побежим Смотрите, я вся мокрая Мы пока добежали У меня, смотрите, у меня ноги все мокрые Такое ощущение, как будто я по ручью бежала Янка довольная Димка, по-моему, тоже Ладно, все, пришли Здесь такие мягенькие диванчики Все бегают, все бегут Даже с зонтиками люди бегут Потому что, на самом деле, воды уже очень много А у меня ноги хлюпают Ну, так, конечно, по воде бежали Я тоже блинчики все заказала А я сейчас посмотрю, что там есть по меню интересное Буду тоже заказывать Смотрите, какой тут меню Тут, кстати, мы в кафе Называется Васильки Вот здесь есть такой бабушкин суп с белыми грибами Очень вкусненький 6,70 стоит Ну, помимо этого, конечно, есть и холодники, солянка, борщик, бульончики Но мне нравится вот это Снимаем, мы завтра посмотрим, закажем Почему мы завтра закажем? Потому что видео только завтра Видео завтра, но мы закажем сегодня Вон к нам Алена присоединилась, привет А Янка уже блинчики заказала Драники сельские еще Ты драники будешь кушать? Янка ждет блинчики В прошлом году, если вы смотрели мои видео Мы часто сюда приходили кушать И у нас тут через раз везло на смену Один раз мы придем, у нас все забудут Ничего не принесут Вплоть до того, что мы там чуть ли не жалобы оставляли Другой раз мы приходили, все было хорошо Пришли в третий раз Опять у нас куча-куча всего Вон Янке, помню, даже колбу дал официант, да? Случайно Еще все время какие-то у нас происходили здесь случаи Надеюсь, сегодня мы спокойно посидим Ничего такого не произойдет Хватит того, что мы тут все намокли У нас тут скоро идет Хотел, что там поменьше, но все найдет Вот, а нам тут уютненько Тут новые диванчики есть Раньше я что-то его не помню По-моему, здесь просто стульчики стояли Янка дурачится А мы ждем подушек Вот то, что я вам говорила Видите, Юлька сегодня сделала фотографию Уже выгрузила только что пост Я сейчас буду читать Только-только он появился И нам принесли вкусный супчик Мне еще булочку В общем, супчик я съела И смотрите, у них тут сейчас спецпредвижение Черничный сезон называется Все с черникой И вот у них есть такие оладушки Со свежей черникой Подаются с медом и соусом В общем, хочу себе заказать На десертик супчик я почти скушала По-моему, вкусненько должно быть Я же вам сегодня видео скинула Как сделать букетик с пионами Напишите, как вам видео Кто уже посмотрел Понравилось, не понравилось Потому что знаю, что все-таки есть Есть у меня зрители Еще остались зрители-флористы Часть от меня отписалась после влогов Но часть у меня осталась Я знаю, что вы любите и ждете такие видео Поэтому специально сегодня решила вас побаловать Было у меня снято Оно недели-две назад Сегодня вот пришла с работы Специально смонтировала Быстренько его И выглядела на канал Так что, если вы еще не смотрели Обязательно посмотрите Ссылочку вам оставлю под видео Все, сейчас, наверное, закажу Скороладу, что выглядит на картинке А вот так они выглядят вживую В принципе, похоже И очень-очень, на самом деле, много Тарелка громадная Добрый вечер Добрый вечер Вон Яночка с Марыской Как я вам и говорила Что она, ее не спускаешь с рук Бедная Марысечка Иди ко мне сюда Отпусти ее Мы уже, как вы видите, дома Я сейчас буду садиться Монтировать видео Ой, как она урчит Вообще как-то мило Слышишь? Ага Вот, я сейчас буду монтировать видео И будем ложиться спать Потому что завтра новый день Новые планы Новые эмоции И я надеюсь Хорошее настроение Поэтому давайте уже будем прощаться Ну, отпусти Марысечку Ай, не нравится Давайте уже будем с вами прощаться Я желаю вам хорошего настроения Пусть у вас будет хороший день С хорошими новостями С ярким солнечным настроением И с классной погодой Все, вон там Марыська уже пошла Ползать по Янке Вот тебе Янка За то, что ты ее на руках Все время держишь Вот, Марыська свое мнение тебе высказала Сейчас Марысь Марысь Слопай в нос Иди ко мне, моя девочка Иди сюда Моя хорошая Вот Вся наша веселая семья Ну, почти вся Это вся наша женская часть семьи Мужская часть семьи на кухне сидит Вот Желает вам всего самого хорошего И прощается на сегодня Я вас очень люблю Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока Продолжение следует...